Из-за стройки не пройти, не проехать. Такие жалобы часто приходится слышать от кировчан, живущих в районах новостроек. Для того, чтобы заставить строителей выполнять свою работу, цивилизованно правила благоустройства города Кирова были ужесточены. И сегодня сотрудники администрации вновь отправились в рейд с проверкой, как эти правила исполняются. На стройку, которая располагается на Держинского, 6 сотрудник Октябрьской районной администрации Екатерина Милюкова приходит не в первый раз. В адрес подрядной организации, которая возводит здесь жилые дома, неоднократно направлялись предписания. Однако устранение нарушений так и не последовало. Вот и сегодня Екатерина вновь фиксирует несоответствие правилам благоустройства. Имеется грубое нарушение, отсутствует целая часть ограждения, причем часть ограждения со стороны жилых домов, что создает опасность для жителей, которые заселяют данные дома. Правила благоустройства для всех едины. Во-первых, на территории стройки должен находиться информационный щит, ограждение и обязательно наличие пункта мойки колес. Это необходимо, чтобы избежать вывоза грязи на улице города. На совести застройщика лежит и внешнее состояние ограждений. Во-первых, они должны быть определенной высоты. Во-вторых, выполнены из профнастила. И в-третьих, на них не должно быть никаких информационных табличек, рисунков и надписей. Ограждение, что находится на строительном участке Надержинского, перечисленным требованиям явно не соответствует. Сейчас в адрес застройщика будет составлен очередной протокол, который направят нарушителю. В дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности и наложении штрафа. А штрафные санкции немаленькие. На должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических от 50 до 250. Как правило, до крайности владельцы участков стараются не доводить и в течение 24 часов устранять нарушения. К таким добропорядочным застройщикам как раз относится площадка на улице Подгорной. Нарушений на этой стройплощадке не выявлено. В первую очередь, не зафиксировано выносы грунта. Ограждения проемов никаких не зафиксировано. Дополнительных выездов тоже не оборудовано. Кроме того, имеется здесь и пункт мойки колес, что означает, что местным жителям за чистоту своего района переживать не стоит. Анастасия Корсакова, Алексей Стахеев, Вести, Киров.